Итак, доброе утро. Скажите, пожалуйста, все ли слышно? Если все окей, то тогда начнем вторую часть нашего вебинара по новинкам будущего релиза Axelot X5 5.08. Вот. Ага, все слышно, все видно. Смотрите, сегодня у нас вебинар начинается сразу без вводной части, которая была, собственно, в рамках прошлой встречи, поэтому вкратце напомню, на чем мы остановились. Мы рассмотрели часть нового функционала, который был связан с администрированием, настройками и техническими какими-то дополнениями, которые у нас будут в новом релизе. Сегодняшнюю часть я посвящу больше функциональным каким-то задачам, связанных как с бизнес-логикой системы, так и с работой мобильного клиента. Ну и как итог, соответственно, отвечу на вопросы, которые могли быть как по прошлой части, так и по, соответственно, текущей части. Сейчас включу демонстрацию экрана. Тоже скажите тогда, насколько все видно и хорошо ли видно. Так, подтвердите, все ли видно, и я тогда переключусь уже на интерфейс системы, если все окей. Все. Супер. Итак, значит, первое, о чем я бы хотел рассказать, это о новых режимах ввода количества, которые появились в модифицированном релизе и в модифицированном мобильном клиенте. Значит, ранее у нас в системе присутствовало несколько вариантов ввода количества. Ну, собственно, это поштучное сканирование классическое, это ввод количество и это подтверждение количества. Эти, соответственно, операции, эти, точнее, соответственно, режимы, они присутствовали у нас во всех операциях и, собственно, могли обладать стандартной логикой. Сейчас на новом релизе добавилось несколько новых настроек, про которые я сейчас расскажу. Старые настройки, собственно, остаются в том виде, как они были реализованы. Это вводить количество, подтверждать количество. И, собственно, смешанный режим, когда исполнитель может на лету переключаться между вводом и между сканированием. Это то, что было раньше. Из нового – это режим отложенной записи, который может быть использован как в поштучном сканировании, так и в сканировании с довведением количества. И, собственно, разделение всего этого дела на четыре новых настройки. Значит, отложенная запись работает следующим образом. Данные, соответственно, хранятся на клиенте, на мобильном, пока не происходит смена какой-то складской задачи или сканирование другого объекта хранения. И после этого, собственно, на сервер они передаются в общем просуммированном виде. То есть, например, если у нас была задача на 10 штук, и сотрудник при таком режиме сканирует эти штуки, мы не передаем данные на сервер после каждого сканирования, передаем их, когда задача выполнена, либо исполнитель что-то сделал. То есть за счет этого скорость сканирования, она, собственно, в разы быстрее, потому что взаимодействия между клиентом и сервером в этом случае нет. Весь подсчет происходит на клиенте. Если мы говорим про оперативную запись, то это как раз-таки классическое поштучное сканирование, которое было у нас до этого. То есть здесь мы каждое сканирование передаем на сервер, на стороне сервера дробим нашу исходную задачу, выполняем ее на одну штуку и, соответственно, создаем копию на то оставшееся количество. То есть тут как бы эти варианты отличаются с точки зрения быстродействия, но и с точки зрения оперативного отражения введенных данных в системе. То есть при отложенной записи на сервере у нас состояние задачи не меняется, пока сотрудник целиком как бы весь план по задаче не выполнит. И, собственно, два важных разделения. Это отложенная запись и... Ой, точнее, это строгое поштучное сканирование и нестрогое поштучное сканирование. Оно отличается, собственно, в моменте возможности довведения задачи. Сейчас я продемонстрирую на каком-то примере. Например, выберем поштучное сканирование с отложенной записью в очереди отбора объектов хранения. Перезайдем и посмотрим. Соответственно, вот мы видим нашу задачу. Сейчас я найду ее. Где-нибудь здесь. Так. И выберем третий заказ. Угу. Да. Смотрим. Значит, мы получили, соответственно, задачу на две штуки. И в очереди у нас выбран режим поштучного сканирования с отложенной записью. Переходим к вводу. И, ну, здесь я вместо того, чтобы не сканировать, выберу из списка. Вот. Введена одна штука. На стороне сервера при этом состояние задачи никаким образом не изменилось. Она все еще получена. Обмена никакого не было. Ну, и, соответственно, ввод отрабатывает быстро, то, что вся логика происходит на клиенте. При повторном выборе из списка задача уже считается выполненной, так как данные совпали. И, соответственно, данные на сервер ушли. Задача выполнилась. Вот. Это как раз-таки вариант работы с отложенной записью. Значит, если мы теперь выберем объект хранения таким вот образом. Если, соответственно, дальше мы продолжим сканировать, мы будем эти данные на клиенте накапливать. Но исполнитель здесь может перейти к доводу количества. То есть, например, он несколько штук отсканировал, перешел в режим ввода и остаток ввел с клавиатуры. Вот таким вот образом. И, соответственно, задача выполнилась на общее количество. То есть, благодаря вот этой вот настройке именно поштучного сканирования нестрогого, мы можем на лету как бы миксовать вот этот вот режим ввода. Ну, точнее, сам исполнитель. То есть, к примеру, он отсканировал несколько штук, потом понял, что ему удобнее остаток ввести количеством, ввел количеством, потом дальше продолжил сканирование и так далее. Если мы, соответственно, хотим ограничить его в этом, например, запрещать ему вводить количество, то мы выбираем, соответственно, только строгое поштучное сканирование. И вот эта вот команда переключения, которая здесь появлялась, собственно, единичка, она ему доступна не будет. То есть, это на уровне правил выполнения в очереде задач может регулироваться. То есть, самый такой вот новый вариант – это как раз-таки поштучное сканирование с отложенной записью, с оперативной записью. Как я уже говорил, разница в том, что данные каждый раз передаются на сервер. Ну, и строгое означает только то, что исполнитель не может переходить в режим ввода количества. Значит, следующее нововведение, о котором я бы хотел рассказать, оно, собственно, тоже связано с операцией отбора объектов хранения и заключается в возможности подтверждения пустой ячейки на том или ином этапе выполнения задачи. Подтверждение работает следующим образом. То есть, если сотрудник понимает, что ячейка пустая, да, и когда он берет оттуда последний товар, система у него требует это подтверждение, он может, соответственно, также нажать на дополнительную команду, что ячейка пустая, отсканировать штрих-код той ячейки, которую необходимо пересчитать. То есть, в чем здесь главное отличие от проблемы? Проблема – она сразу делает что-то с остатком, блокирует его, переводит какое-то другое состояние, списывает и так далее. С помощью этой команды сотрудник просто сигнализирует о том, что ячейка физически пустая, когда в ней числится какой-то товар, и на нее у нас создается задача пересчета. То есть, если все окей, у него здесь всплывает сообщение, что создана задача пересчета, вот, и, соответственно, на стороне сервера данная задача создается. Вот она. С помощью этого можно фиксировать проблему не только с той ячейкой, с которой происходит работа, то есть тоже еще одно из важных отличий, а с любой там какой-то ячейкой, с которой сотрудник, в принципе, увидел какую-то проблему. То есть, несмотря на то, что команда называется пустая ячейка, мы можем таким образом, не выходя из очереди отбора, создать инвентаризацию на любую ячейку, там просто мимо которой мы прошли и увидели, что что-то с ней не так. Вот. Это, соответственно, регулируется настройкой, которая называется подтверждать пустую ячейку и доступно в типах операции отбор объектов хранения и кластерный отбор. Ну и, соответственно, если сотрудник берет последний товар из ячейки, при включенной вот этой настройке ему будет предложено подтвердить, точно ли она пустая, и, соответственно, при расхождениях также будет создана задача пересчета. Следующее нововведение, оно тоже связано с поведением мобильного клиента, но на этот раз носит скорее такой сервисный характер для упрощения работы пользователей. В ролях исполнителей появилась настройка, которая называется сочетание кнопок, которая позволяет настраивать горячие клавиши для перехода в конкретный пункт меню или под меню. То есть это новый справочник сочетания кнопок, которым мы можем, ну, либо использовать какие-то предопределенные значения, либо настроить какую-то комбинацию. То есть, естественно, это есть смысл использовать, когда на терминале сбора данных есть аппаратная клавиатура, и когда сотрудник может сразу из... Сейчас, отбор надо завершить. Когда сотрудник может сразу из общего меню по настроенной горячей клавиши перейти в какой-то режим. То есть, например, нажимаем F1, переходим в приемку, нажимаем F2, переходим в размещение без необходимости каким-то образом навигацию настраивать. Ну и, соответственно, настраивается это здесь. Здесь для роли новую горячую клавишу добавили. Перелогинились. Ну, соответственно, увидели, что для перемещения теперь соответствует команда F3. Вот. Естественно, это можно настраивать на любых уровнях. То есть сейчас я это настроил на верхнем уровне навигации. Можно также для вложенных очередей уже непосредственно также настраивать свои сочетания кнопок. Следующий пункт касается доработки, связанной с печатью этикеток. Значит, раньше у нас была возможность печатать этикетку только по каким-то определенным событиям, по каким-то определенным очередям. То есть, например, печать там текущей этикетки объекта хранения при отборе объекта хранения, печать этикетки места хранения при отборе места хранения, печать этикеток при приемке и так далее. Вот. И, соответственно, это работало только непосредственно с теми объектами, над которыми мы выполняем работу. Сейчас добавилась общая команда, которая доступна, в принципе, во всех типах очередях, в типах очередей. Называется она напечатать этикетку. И вот эта команда, она позволяет распечатать этикетку по любым параметрам задачи, если у исполнителя возникает такая необходимость. То есть, даже если товар не требует маркировки и там никаких настроек у него нет, например, сотрудник увидел, что на товаре отсутствует штрих-код и распечатал этикетку для данного товара, который есть у него в задаче. Или, например, он понял, что ему нужно выполнить отбор из какой-то ячейки, а на ячейке тоже отсутствует штрих-код или он как-то плохо сканируется, сотрудник может инициировать печать штрих-кода и, собственно, этикетки или поддона. То есть, все те свойства адресации и самого товара, которые присутствуют в задаче, они могут быть использованы для печати с мобильного клиента. Ну, и, соответственно, это работает во всех типах очередях, в перемещениях, в пересчетах, в отборах и так далее. Вот. Коли мы затронули тему печати, я расскажу еще про новый способ печати, который появляется у нас на релизе 5.08 и, в принципе, также будет доступен для пользователей. Ранее печать у нас, возможно, была либо с использованием сервера печати, который, собственно, применялся на проектах, или с использованием очереди печати, которая реализовывалась через клиентское приложение отдельное. На релизе 5.08 у нас появляется поддержка нового программного продукта Axelot eGate. Это, в принципе, сервис, который предназначен для работы с различным технологическим оборудованием. Это может быть не только принтеры, это могут быть конвейеры, весы, какие-нибудь там измерители ВГХ и так далее. То есть все, что требует какого-то дополнительного интерфейса при работе. То есть то, с чем 1С не может работать напрямую, скажем так. Соответственно, с помощью вот этого вот шлюза оборудования eGate, который, собственно, ставится как отдельная служба, вот, и может осуществляться в свою очередь печать. То есть, соответственно, в настройках печати выбирается шлюз оборудования eGate, и с помощью плагинов, которые на текущий момент реализованы для ZPL и для PDF, может выполняться печать соответствующих этикеток. Про настройку в новом виде ZPL-ных этикеток я в прошлый раз рассказывал. Вот. Теперь, собственно, говорю про новый способ печати. Вот. eGate, в принципе, также будет развиваться. Через него будут доступны прочие какие-то типы оборудования. Но сейчас вся печать на новых релизах уже будет осуществляться через него. И в комплекте поставки он также будет присутствовать с двумя плагинами для работы с PDF и для работы с ZPL. Итак, следующий механизм, который у нас появился в новом релизе, собственно, предназначен для контроля и выдачи предупреждений при выполнении пересчетов. О первой его части я уже в прошлый раз вкратце рассказывал. То есть сейчас просто продемонстрирую более подробно, как это выглядит. Для настроек типа ячеек, типов ячеек, точнее, точнее, в типах ячеек появляется новая настройка, которая запрещает инвентаризировать ячейку данного типа. Соответственно, при попытке проинвентаризировать данную ячейку сотрудник будет уведомлен о невозможности этого действия. То есть выводится ошибка, что безразмерную ячейку инвентаризировать запрещено. И, соответственно, с помощью этой настройки мы можем избежать каких-то ошибочных пересчетов ячеек, там, приемки, контроля и прочего. Вторая настройка, она уже у нас выводится на уровне правил выполнения операции. и предназначена для дополнительного контроля и уведомления сотрудникам о том, что по итогам его пересчета будут в системе зафиксированы некие расхождения. Им, соответственно, сотрудник эти расхождения увидит, проанализирует, точно поймет, что они имеют место быть и после этого подтвердит. Значит, свободная инвентаризация состава. На примере ее сейчас продемонстрирую, как это выглядит. Настройка называется «Выводить отчет при расхождении планфакта» и реализована следующим образом. Сейчас посмотрю отчет по запасам, чтобы выбрать ячейку с какими-нибудь подходящими данными. «Выводить отчет при расхождении планфакта» Можем, наверное, что-то посмотреть. «Выводить отчет при расхождении планфакта» Отсканируем штрих-код нашего местохранения. Это стандартное подтверждение его местоположения. И дальше, соответственно, мы вводим какое-то количество, которое сотрудник хочет. Оно меньше. И, соответственно, при завершении выводится вот такая вот формочка о том, что по итогам данного пересчета у нас зафиксировано расхождение с предложением, собственно, эти расхождения подтвердить либо оставить. Если сотрудник подтверждает, то ячейка корректируется по своему составу и задача выполняется. Если сотрудник это не подтверждает, то он может, соответственно, войти обратно в инвентаризацию и количество изменить. Вот здесь тоже немаловажно, что это работает только, если у нас не используется слепая инвентаризация, потому что при включении настройки слепая инвентаризация мы, собственно, весь план, который на терминал выводится, у сотрудника убираем. То есть он вообще не знает, что должно быть по плану и, соответственно, план факта тоже не получает. Вот если слепая инвентаризация у нас не используется, то, соответственно, настройка вот эта позволит отчетик, который я продемонстрировал, пользователю вывести. Значит, дальше несколько нововведений касаются работы с серийными номерами и эскизами. Здесь я полностью бизнес-процесс с начала до конца показывать не буду, потому что это достаточно трудоемко продемонстрирую лишь нововведения, как это выглядит. Значит, рассмотрим следующий бизнес-процесс. Мы выполняем приемку какой-то продукции, не вскрывая короба, на которых нанесены этикетки с кодами агрегации. При этом плановые данные по кизам, которые присутствуют в составе агрегации, мы не знаем, и мы не хотим тратить время на поштучное сканирование. При этом мы хотим, чтобы у нас потом была возможность эти данные каким-то образом от регулятора подгрузить и в систему записать. То есть при приемке у нас будут вводиться только агрегации без серийных номеров. То есть если мы посмотрим данные серийного учета по задачам, мы увидим, что было зафиксировано какое-то количество агрегаций. Каждая агрегация соответствует своей коробке. И дальше уже в отложенном режиме, после того, как продукция на склад принята и размещена, мы, соответственно, состав этих агрегаций путем интеграции запишем. То есть это новый тип документа уведомления серийного учета, который так и называется формирование агрегации. Предполагается его создание путем обмена. Вот. Ой. Закрыл. Вот. Предполагается его создание путем обмена, и, соответственно, те данные серийного учета, которые будут в нем переданы, те коды маркировки, они в состав этой агрегации будут загружены. Вот. Что, соответственно, позволяет этот состав все-таки зафиксировать, но не непосредственно при приемке, а уже позже. Соответственно, в плане документа у нас при этом агрегации могут отсутствовать. То есть это, по сути, ну, некая работа без плана, как по схеме обратного акцепта, когда у нас данные по плановым кодам маркировки агрегациям отсутствуют, в принципе. Так. Хотел уточнить. Звук пропал. Говорить. Сейчас нормально все? Видно, слышно? Все. Отлично. Экран тоже виден, да? Да. Все вроде включено. Вот. Тогда продолжим. Следующая настройка, точнее, следующая доработка функциональная тоже относится к уведомлениям серийного учета и позволяет реализовать в полном объеме работу по схеме обратного акцепта уже на отгрузке. То есть, к примеру, когда мы со склада отгружаем нашу продукцию каким-то клиентам, ну, например, каким-нибудь своим розничным магазинам и так далее, мы товар, который подлежит учету по схеме маркировки, поштучно сканировать не хотим, потому что это, например, будет осуществляться на стороне приемки уже у нашего получателя. То есть, несмотря на то, что продукция принимается, например, по кодам маркировки, агрегациям и подлежит учету, мы имеем возможность отключить данные действия при отгрузке и, что немаловажно, иметь возможность после этого списать уже, опять же, в отложенном режиме эти данные, когда произойдет синхронизация уже у нашего грузополучателя. Каким образом это выглядит? Значит, в настройках процесса отгрузки появляется галочка «Не контролировать серийные номера». Собственно, эта галочка, она на самом деле была еще в релизе 5.07, но тогда она просто отключала контроль. То есть, мы могли товар, требующий маркировки, при такой настройке отгрузить без фиксации и система это никаким образом не проверяла. В новом релизе появился тип уведомления серийного учета, который, собственно, называется списание серийных номеров, который как раз-таки предназначен для отложенного списания серийных номеров по какому-то заказу на отгрузку. То есть, вот мой заказ на отгрузку, по которому у меня отгружается маркированный товар, но при подобной настройке я его отгрузил без фиксации каких-либо данных при обработке. А дальше уже путем интеграции предполагается создание данного типа документа и в данных серийного учета будут зафиксированы те объекты, по которым у меня будет происходить списание. Вот, соответственно, таким вот образом это либо для целых агрегация может использоваться, либо для каких-то отдельных серийных номеров. Вот, значит, еще один функционал небольшой, который появился в связи с кодами маркировки, это возможность ручного заполнения состава агрегации при выполнении задач с пользовательского интерфейса. То есть это скорее удобно при какой-то отладке и тестировании, то есть, например, когда у нас продукция требует подтверждения при формировании агрегации, мы агрегацию новую сформировали, дальше мы должны этот тип задачи выполнить, но при этом сейчас этот документ выполненный, но при этом, соответственно, не хотим вводить эти данные вручную. Сейчас при выполнении документа с типом регистрация состава агрегации у нас есть возможность данных серийного учета автоматически заполнить собственно то, что мы хотим принять по введенной агрегации. Сложно это продемонстрировать, потому что это появляется автоматически, но здесь данные будут автоматически подтянуты по той агрегации, которую мы ввели. Это скорее облегчает такую ручную работу при тестировании. Итак, в принципе, наверное, последняя такая крупная доработка, о которой я хотел бы рассказать, будет сейчас. Полностью весь список, он будет доступен в описании релиза, когда он будет выложен на сайт в ближайшее время. Вот, он, естественно, больше, но, как я на предыдущем вебинаре тоже уже говорил, многие задачи, в принципе, очевидны из своего описания и подробно про них рассказывать, наверное, смысла не имеет, потому что там и так все будет понятно. Значит, следующий момент, о котором я бы хотел рассказать, связан с доработкой биллинга и с новыми типами услуг, которые появились у нас при работе с ответственным хранением. То есть, если мы говорим про наш справочник услуг, раньше там присутствовало несколько типов, которые у нас были либо операция, либо хранение, либо разовое. То есть, операция, соответственно, считается автоматически по выполненным задачам. Хранение – это, соответственно, анализ хранимых, мест хранения, когда мы формируем некий срез по запасам регламентным заданиям. Ну и разовое, соответственно, фиксируется либо подоб операциям, либо подписками на события, по каким-то действиям, которые не связаны с выполнением задач. Сейчас появился новый тип услуги, который называется по выполненным документам. В качестве типа операции у него могут использоваться те документы, которые у нас используются. То есть, это либо ожидаемое поступление, либо заказ на отгрузку, либо заказ на комплектацию. То есть, с помощью подобного типа услуги мы тарифицируем не какую-то конкретную задачу и не какое-то количество штук, а в том числе сами, данные самих документов. И, например, здесь в качестве какого-то натурального показателя у нас может использоваться именно строки по документам. То есть, например, наш поклажидатель сформировал нам заказ на отгрузку из трех строк и для поклажидателя не играет роли сколькими складскими задачами, например, мы этот товар отберем или отгрузим. То есть, главное протарифицировать именно количество строк. И в этом случае мы можем наш тариф применить именно к строкам документа, в том числе с использованием сетки. Сетка, сейчас тоже продемонстрирую, как это выглядит. Сетка при этом применяется именно к самому документу. Здесь тоже появилось одно интересное нововведение. То есть, метод расчета у нас есть либо по сетке, либо по сетке с накопленным итогом. И теперь мы имеем возможность настроить то, к чему эта сетка применяется. То есть, если раньше сетка применялась у нас к периоду расчета, то сейчас также появилось несколько вариантов применения. за рассчитываемый период это классический вариант, который был у нас раньше. За документ основания это означает, что сетка применяется к каждому документу независимо. И, собственно, за день, имеется в виду за календарные сутки, когда сетка применяется именно к периоду. Как это выглядит? То есть, например, мы хотим настроить тарификацию таким образом, чтобы в зависимости от количества строк в документе у нас применялся тот или иной тариф. То есть, например, на данном примере, если строк от 0 до 2, не включая, у нас тариф 2 условных единицы за строку, а если строк более 2 и менее 100, то тариф 3 единицы за строку. И, соответственно, если мы выберем тип тарифа за день, то мы проанализируем все принятые строки или отгруженные строки по документам данного поклаждателя. То есть, соответственно, вне зависимости того, сколько документов будет, сетка применяется именно к строкам. Если мы выберем тип тарифа за документ основания, то сетка будет применяться к каждому документу независимо. То есть, приняли один документ из трех строк, применили к нему один тариф, приняли другой документ из одной строки, применили к нему другой тариф и так далее. Соответственно, по-моему, у меня здесь был документ расчета услуг. Покажу его движение. У меня была настроена услуга как раз-таки приемка по строкам ожидаемого поступления с тарифом по сетке документа за количество строк. Количество задач при этом роли не играет, но в ожидаемом поступлении у меня присутствуют три строки. Соответственно, применяется тариф три условных единицы, что и формирует правильную сумму. Вот. Также появилась еще одна небольшая доработка, связанная с биллингом, которая позволяет настраивать индивидуальные тарифы для различных типов дней по производственному календарю. То есть в документе установка стоимости услуг появляется свойство тип дня, которое, собственно, из выбранного производственного календаря подтягивает типы и позволяет для одной и той же операции настроить разные тарифы в будние дни, в выходные дни, в праздничные дни и так далее. Вот. Это, соответственно, тоже такое вот нововведение, которое недавно появилось. Значит, на этом, наверное, рассказ про такие вот функциональные нововведения нового релиза я, пожалуй, закончу. Вот. Готов ответить на ваши вопросы как по предыдущей части, так и по следующей части. Продолжение следует...